В этот раз побороться за победу на всероссийский турнир «Битва в Донбай» приехали спортсмены из различных городов Северокавказского и Южного федеральных округов. Всего более 10 команд. В этом году организация турнира сильно отличалась от привычной. В связи с эпидемиологической ситуацией пришлось полностью отказаться от развлекательной части, а также полностью исключить наличие зрителей и посторонних людей. А все спортсмены и их наставники вплоть до выхода на ковер должны были не снимать защитные маски. Несмотря на жесткие требования, организаторам удалось создать условия для комфортного выступления спортсменов. Турнир, как всегда, на высшем уровне. Уже третий год мы приезжаем сюда. Очень гостеприимный народ, именно Донбайя. Все нравится. И каждый год мы стараемся не пропускать по мере возможности побольше привозить спортсменов. Большая благодарность организаторам мероприятия. И я слежу с каждым годом все больше и больше участников. Это говорит о том, что организаторы работают в правильном направлении и ко всем уважительно относятся. Спасибо большое. Все поединки проводились по официальным правилам Панкратиона, которые подразумевают наличие у спортсменов защитной экипировки и запрещают наиболее опасные удары и действия, присущие смешанным боевым единоборствам. Одним из участников турнира стал спортсмен из Черкесии Дамир Канаметов. Для спортсмена это первый старт в новой для себя возрастной категории 18-19 лет. И несмотря на значительно возросший уровень оппозиции, наш земляк сумел одержать победы в поединках с представителями Чечни, Дагестана и Ставропольского края, тем самым завоевав золотую медаль в копилку своей республики. Мне нравится, как это организовано, все хорошо, нет лишних людей в зале, все отлично сделано. Только те, кто должен выступать и их тренера. У всех соперников очень высокий уровень. По сравнению с предыдущими моими выступлениями, это совсем другое. Непривычно выступать, конечно. Более сильные соперники, повыносливые, побыстрее, но стараемся, двигаемся вперед. Традиционно самыми зрелищными и напряженными получились поединки во взрослой возрастной категории. Очень ярко на турнире выступили братья Батишевы и Зисентуков. Тимур завоевал пояс чемпиона в весовой категории до 66 килограмм, а Руслан стал обладателем серебряной медали в весе до 62 килограмм. Свои победы спортсмены посвятили своей маме, которой не стало полгода назад. Этот пояс я посвящаю ей и соответственно всем ребятам, у которых родители живы на самом деле. Чтобы побольше времени с родителями, наверное, проводили. Свои победы хочу тоже ей посвятить. Конечно, не тот результат, который я хотел, но все же ничего страшного. Я думаю, она все равно видит, она гордится. И ради нее продолжаем свое дело. Как мы ей когда-то пообещали еще в 12 лет, что мы будем в UFC драться. Вот потихоньку, потихоньку. Слово сдерживаем. Слово сдерживаем. Слово сдерживаем. Слово сдерживаем. По уже сложившейся традиции бойцовский клуб «Дикая дивизия», как принимающая сторона, не участвовала в общекомандном зачете турнира. По его итогам на первом месте оказалась команда бойцовского клуба «Ахмат» из Чеченской Республики. На втором месте клуб «Иглс ММИ Синдуки» и замкнула тройку лидеров Академия боевого самбо из Пятигорска. Все победители и призеры турнира, помимо традиционных медалей, кубков и грамот, были награждены поясами чемпионов и ценными призами. Итогами турнира я доволен, потому что самое главное, турнир прошел без травм. Самое главное для меня, для организатора, это увидеть довольство всех моих гостей. Они для меня не просто спортсмены, которые приехали выявить сильнейшего, они, во-первых, мои гости. И то, что каждый гость уехал довольный нашего турнира, меня еще сильно мотивирует на следующие наши встречи.